Юго, всем привет! С вами Юнот, и они, по-моему, дождут и игра за Волкин Дэпп. Что за фигня? Там было... Я не знаю. Кажется, он держался на мушке. Этот гад целил за меня, он собирался выстрелить. А, это правда? Я тебе говорю, мужик, он первый начал. Вот урот, а. А мне так не казалось. Заткнись, Ник. Что ты видела, Клим? Тот парень собирался стрелять. Иди ты нафиг, Люк. Ты всю неделю меня достаешь. Он ничего не делал. Я знаю, что я видел. Да урод ты. В любом случае, ты мог задеть кого-то из нас. Да, но не задел. Послушай, я знаю, вы были близки с Питом, но ты не можешь. Даже не заикайся о нем. Вы думаете, он как-то связан с Карлсом? Я не знаю, я... Нет, я так не думаю. Но он упал. Он упал с моста. Нужно продолжать идти. Я не могу. Дайте минуту. Ладно. Люк, можно с тобой поговорить наезде? Капец, это ты урод, а, Ник. Как можно быть таким уродом? Эй, Клим, у тебя есть еда? Бег сейчас... Помрёт с голоду. Элвин, я же сказал, всё в порядке. Извините, ничего нет. Жаль, что у нас закончился сок. Да, мне тоже. Тот человек сказал, что в домике есть и да. Может, стоит проверить? Может, мы здесь переночуем? Почему вы, вам не сходить? Я посижу немного с Беккой. Элвин, я же сказал, всё в порядке. Я буду прямо здесь. Вообще, ништяк, устроились. Отправили меня туда. Сказали, давай, иди, пофиг. Даже вот эта подружка наша... Блин, я кавычки показал, если вы не заметили. Даже эта наша подружка не пошла с нами. А если там зомби или ещё какая-то фигня? Я же говорю, какая-то команда, банда, это вообще неадекватная. Нафига Клементина с ними связалась? Она была так зайти и бежать лесом. Сказать, я Карлоса видел, всё плохо. И что, что он видел меня? Я пошла другим через лес как-то, и всё, он бы меня никогда не нашёл. Включай, нигде не видно. Наверное, он был у того человека. Чё это? Ножик. Хороший ножик. Неплохо. Вот так взяли и убили человека из одного рода. О, зашёл всё-таки, а? А я уже думал, что у нас всё плохо. Только посмотри на этот бардак. Он не врал, у него была еда. Фигов, Ник. Ник потерял близких. С этим никто не спорил. Но это не даёт ему права стрелять в незнакомцев. Он вышел из-под контроля. Вот я об этом и говорю. Так из-за него кто-то из нас может погибнуть. То есть, ты знаешь кто-нибудь, кто может пострадать? На самом деле, да. Что случилось? В нашей группе была женщина, её отец погиб, и она выстрелила в парня. Чёрт, и что вы сделали? Мы оставили её. Чёрт. Брось её. Забавно, она похожа на тебя. Чем? Бородой? Эй, Клем, здесь не так уж много еды, и у Ребекки, ну... Она едет за двоих. Да ты вообще офигел. Думаешь, мы сможем оставить это между нами? Ты знаешь, я ненавижу об этом говорить, но... Я никогда не пойду против группы. Должна решать вся группа. Знаю, ты права, но сейчас так тяжело. Вот хитрый вообще. Все друг друга пытаются нагнуть и обмануть. Досадно, Ник был хорошим парнем. Он и сейчас хороший. Он просто запутался. Мы все не идеальны, чёрт. Я рад, что ты с нами, Клементина. Вообще офигели. Я не рад тут с вами, что я. А это ещё что такое? Да ничего, просто зомби. Ходячие. У нас проблемы. Да, мы видели. Итак, выдвигаемся. Ну и как побежала, а то сразу я устала, я не могу. Кросс почти сразу. Прям 100 км в час вместо. Хотя, наверное, это глупо дозвучит. Ну, а люк в самом конце плетётся. Ну, и чё мы ждём? Нам следует быть осторожными. Осторожными? Мы пять дней в дороге, моя спина уже отваливается. Похоже, никого нет дома. Чёрт, крепко заколочено. Вообще, нам было уникло оружие-то, брат. Пойду проверю. Я с тобой. Так, хорошо было бы узнать, что там. Не следует ли кто-нибудь за нами. Наверное, наверху обзор лучше, чем... Чем тут разведаешь, тебе будет легко подняться. Ты постоянно лазишь по деревьям. Я что, обезьян? Эй, это ты сказал, не я. Почему ещё меня трогать? Я просто прибился с вами, я хотел свалить. Хотел он. И он говорит, иди полезь туда, иди зайти туда, иди вот со мной на разведку. Почему бы нет? Мы ж... Ты ж не поможешь. Ты ж девчонка, ты ж боец. Главное, не спеши. Я пойду... Я поймаю тебя, если упадёшь. Наверное. Хорошо взялась? Да. Когда я был мальчиком, мы прыгали по крышам в центре города. Тогда это было здорово. Это так глупо. Да, да, верно. Однако шутка в том, что будем смотреть вниз. Штука застала. Эй, ты молодец, просто смотри на меня. Хорошо? Ты молодец. Хорошо, просто не спеши, скорость и закончится. Ты говорил не смотреть. Верно, подмечено. Залезла. Видишь что-нибудь? Лес и правда тёмный. Фонарики. Подожди, я что-то вижу. Что? Свет. Подожди, вот ещё один. Люк! А-а-а! Я уже его вижу. Как, спрятали камеру? Вон он, чувак. Правда, его не узнать, если ты не знаешь, кто это. Ну, мы-то знаем. Слушайте, все вы. Кто вы? Собираетесь нас обокрасть? Простите, дорогушка, но я что, похожа на вора? Успокойтесь. Эй, приятели, сам успокойся. Старес, прячься с детей. Ни кто-нибудь собирается... Ложить пушки. Успокойся. Эй, 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 эй. Пожалуйста, просто делайте то, что он говорит. Кенни? Подожди, ты знаешь его? Клементина? Ура! Кенни! Хоть тот адекватный. Психно адекватный. Я так понимаю, что да. Эти люди с тобой? Значит, это я с ними. Поговорим внутри. Отлично, я как раз начал готовить уже. Вы точно не против? Скоро начнется гроза. Проходите, пожалуйста. Мда. А могли их не принимать, и ничего бы не случилось. Кенни, они неадекватные. Прогони их. Уходим сами. Надо что-то придумать. Скиншоп. У них неплохо тут. Даже свет есть откуда-то. А, электрогенераторы. Помню. Это... Ветроэлектростанция, как они называются. Электростанция... Короче, увидим. Увидите потом. Кенни и Сорита у нас уже несколько недель. Судя по всему, раньше здесь была лыжная база, поэтому у нас много идей. Хочешь верь, хочешь нет, но мы все еще получаем энергию от ветряной турбины. Там, на улице. Мы стараемся выключать свет ночью, чтобы не привлекать внимания. Но после того, как нашли эти вещи на складе, мы не могли устоять и сделали исключение. Что смешного? Да ничего, Волт. Волтер у нас тут самый умный из Слэггентсен, при том говорит, готовите плохие бобы. Ну, почему вам двоим не поболтать, пока я не приготовлю ужин? Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Можете оставить пушки там. Да, сигаре. Спасибо за предложение, но я оставлю пушку при себе. Вы наши гости. Вам не стоит беспокоиться. Пускай тогда он опустит свои оружия. Кенни? Ты ручаешься за этих людей, Клем? Если скажешь, что они нормальные, то я положу пушку. Мы это... Это ты тут размахиваешь оружием, чувак. Не могу говорить за всех. Ну, они неадекватные. Все. Вот это стерва. Муж ее вообще... Этот хитрый жук еще тут. Девчонка там отстала в развитии. Ее врач этот... Не можно отличить. Укус собаки от животного. Люк тоже тормоз какой-то. Броник вообще дебил. Так, это их дом. Мы не найдем места лучше этого, чтобы пережить ночь. Ни одного адекватного. Пап, смотри, новогодняя елка. И сейчас, Сара. Разве это не здорово? Мы нашли все это на складе. Она потрясающая. Хорошо, идите за мной. Я покажу, где вы будете спать. Оружие на входе. Молодцы. В любой момент зомби, налетчики, бандиты. А у них оружие неизвестно где. Всегда с собой надо таскать. Гости, не гости, на всякий случай. Все еще носишь эту старую грязную кепку, да? Знаешь, я был почти уверен, что вместе с тобой я увижу Ли. Вы двое были неразлучны. О, черт, я не хотел просто... Сложно не думать об этом, понимаешь? Ты не пошел с ним! Он погиб из-за меня. Что? Это моя вина. О, дорогая, не говори так. Я знаю это, что это не так. Он сделал выбор, как и все мы. Мы с Ли не всегда ладили, это точно, но... Когда мой сын... Ну, он позаботился о нем. Я никогда этого не забуду. И поэтому ты не пошел со мной, дебил. Итак, где ты оказалась в итоге? Я была с Кристой и Амидом. Амид, ну... Мы с Кристой были какое-то время вместе, но потом на нас напали. Она пропала. Похоже, тебе пришлось нелегко. Прости, дорогая. Хотел бы я найти тебя раньше. Криста сказал, что ты мертв. Так, я мертв, это все сон. Прости, неудачная шутка. По какой-то причине я решил спасти этого чертового гада Бена. Потом появился чертов Рой. Я не смог помочь парням, но сам выбрался. Если вкратце, то мне повезло. Очень повезло. После этого я очень долго бродил в одиночестве. Это... А потом я встретил Сариту. Слава богу. Господи, как здорово, что ты вернулась. Вспоминаете было? Клем, это моя девушка Сарита. Разве она не прекрасна? Приятно познакомиться с Клементиной. Это Уолт. Эй, Уолт, а где Мэтью? Все еще рыскать снаружи? Ну, разумеется. Что ж, пойду готовить. Карлос, так? Вы не против, если я украду вашу дочь на секретное здание? Будь на виду, солнышко. Мы можем что-нибудь помочь? Мне пригодилась бы помощь. У нас много припасов снаружи, которые надо принести. Скоро гроза. Конечно. Клем, почему бы тебе не помочь Уолту с ужином? А че-то вы решаете за меня. Ну ладно. Из этой всей братьей пока только Кенни самое адекватное. Привет, Клементина. Хорошо тут устроилось? Да, спасибо. Отлично. Хочешь помочь мне приготовить ужин? Что это? Оно шевелится? Так откуда ты знаешь Кенни? Он с Саритой... Они с Саритой нам очень помогли. Мы с ним старые друзья встретились. Встретила его после того, как все это началось. Когда он был с Ли? Да, он нам немного рассказывал. А как он его кинул, не рассказывал? Сейчас без общения с людьми никак. Я не знаю, что бы я делал без Мэтью. Господи, как же ты мне напоминаешь кого-то там. Не могу представить, каково это расти посреди всего этого. Все меня недооценивают. Подозреваю, ты используешь это в своих интересах. Иногда. Умная девочка. Почти готово. Вы удостоите мне честью продегустировать это блюдо, мадам? Что это? Ле-Волтерская ля-сюрприз. Осенний салат из бобовых плодов и персикового полива. Это персики и бобы. Все, что у нас есть. И ты их варишь! Ты варишь персики и бобы и солишь? Ты адекватный, нет? Поразительное сходство. Да где похоже? У него борода там вон. Ладно, я дальше сам. Классно, я помог. Смотрите там, сами смотрите. Диск. Концерт Кузена Джаретта. 13 октября 1998 год. Ну, он вроде как не будет против, если по его музыке поиграть тут, нет? Все, классно. Поставили и все, пусть стоит. Пойдем у них спросим. Им нужна будет помощь, сейчас повеши. Клем, не могла бы ты... Нам бы пригодилась твоя помощь. Вот, Сара, возьми и проверь. Проверь... А, повесь ее вон там, наверху. Украшать. Ты и раньше знала Кенни? Наверное, невероятно приятно встретить его снова. Когда я его встретила, он... Ну, сейчас совершенно другой. Так, как вы с Кенни познакомились? Я нашла его запертым в ресторане, если сможешь в это поверить. Запертым? Видела бы ты его тогда, Бородо. Отлично. Теперь нужно только найти верхушку. У нас всегда был ангел на верхушке елки. Моя семья не праздновала Рождество, но мне нравятся украшения. Найдите украшения. Иду, иду, иду. Это безумие. Зачем кому-то преследовать нас так долго? Мы не можем быть уверены. Прошла неделя, мужик. Мы точно оторвались. Мы не можем быть уверены, они могут следить за нами. Следить? Кто они, по-твоему? Ниндзя? Клем. Люк сказал, ты видела какие-то людей в долине. Людей внизу? Как? Я видела фонари. Какую сторону они направляются? Обратно в лес. Мы не можем рисковать, уходим на рассвете. Но на сегодня мы в безопасности, верно? Вообще-то, пять дней отставания, у них же ничего нет, они не могут же догнать нас за пять дней, да, вы скажете? Да? А знаете, нифига, они придут быстрее, чем мы, у них там какой-то телепорт будет, чертов. Клементина, ты уже поговорила с этим Уолтером, да? Что он сказал? Ты же ему ничего не сказал про нас. Мы должны быть осторожны. Он помянул еще кого-то еще. Кого-то еще? Кого? Его друга, его зовут Мэйти. Слушайте, мне плевать, что сказал тот мужик, мы остаемся тут ночевать. Просто поговори с остальными, они верят тебе, выясни, что сможешь. Сфига ли я должен? Я пойду искать Люк. Дорогая, дорогой, я себя не очень хорошо чувствую. Бек, что случилось? Я хочу пить. Понял, сейчас вернусь. Господи. Делочка. Мне плевать на... Э! Ну, давай, вешай. Та-дам! Она выглядит так круто. Прекрасно. Мне нравилось это время года. Знаешь, теперь, когда твои друзья здесь, это место начинает напоминать настоящий дом. Мэйти и Уолтер замечательные люди. Честно говоря, опасно быть такими добрыми, но они не могут с этим ничего поделать. Подожди, пока не встретишься с Мэтью. Отличный парень. А где Мэтью? О, он любит долгие прогулки. Они с Уолтером раньше здесь отдыхали. Он должен скоро вернуться. Клем, я хочу спросить тебя. Кенни не кажется тебе другим? Я не знал его раньше, но мне любопытно. Он кажется мне тем же старым Кенни. О, ну это хорошо. А вы трое тут время не теряете. Кенни, разве не красиво? Я возьму солнце. Я сама справлюсь с Кенни. Я сказал, я возьму. Всегда стараешься быть джентльменом. Но скажу тебе, когда я нашла его, он не мог и мухи поднять. Точнее было. Почему бы тебе не проверить, готовы ли твои друзья к ужину примитива? Какие? У меня нет друзей, только Кенни. А где эти уроды? Кого мне проверить-то надо. Дайте жрать просто. Неужели мне надо наверх подняться к этой женщине? Меня не пускают никуда. Блин. Прямо с ней поговорить. Если честно, мне на эту всю группу наплевать. Я не знаю почему, но раньше я это не обращал внимания. Но сейчас я капец заметил, что они вообще полностью неадекваты. Полностью, вообще. Не знаю, кем надо быть, чтобы быть настолько неадекватным. Ну, давай поговорим. Ты в порядке? Просто голова не мог кружиться. Я даже не могу позаботиться о себе. Как же мне вырастить ребенка? Я имею в виду, как это вообще возможно сейчас? Я думаю, это возможно. Откуда тебе знать? Ну, я же еще здесь. Не аргумент, да? Я знаю, что будет сложно. Но в то же время я уже чувствую себя менее одинокой. Потому что что бы ни случилось, я встречу кого-то нового. Она пинается. Хочешь послушать? И да, пахнет вкусно, да? Нет, спасибо. Все нормально. Это странно, да? Он не от него. Зачем ты мне это рассказываешь? Я тебе верю почему-то. И могу сказать, что ты и так хранила пару секретов. Если он узнает, он убьет меня. Я не знаю, что мне делать. Не могу поверить, что прошу маленькой девочек совета. Он не убьет тебя? Вот и мой мужчина. Ты в порядке? Почему не от него? А как, от кого? Он же черный будет. Все хорошо. Большой ты дуралей. Просто надо достать немного еды. Спасибо, что была с ней, Клем. Итак, внимание, ужин готов. Давайте есть. Ты в порядке? Да, просто хотел бы я... Не нажимай тогда курок. Вот урок. Просто попробуй забыть об этом. Сюда, Клем. Да вы мне никто. Вы меня даже спасать не хотели нормально. Я сам зашил себе руку. Пошли вы. Держи, Клем. Так, Клем, мы тут говорили, что ты с тем парнем, как Люк. Он главный? Ты ему доверяешь? Нет. Кенни, прошу. Сарина, мы не знаем этих ребят. Я не верю ему. Я так не думал. Я так и думал. Мне он показался довольно хорошим... А, я так не думал. Мне он показался хорошим парнем. Скажи про Ника. Скажи, что он неадекватный псих. Этот парень, большой L. Он сказал, что он в бегах. Их преследуют люди. Ну, больше тебе об этом беспокоиться не придется. Завтра они уйдут, а ты можешь остаться здесь. Абсолютно. Лила, можешь остаться с нами, сколько захочешь. Она останется по-любому. Спасибо вам. Конечно. Ладно, как сон, черт возьми. Я так рад сейчас, словно... Словами не передать. Пришли два гаврика. Здорово. Привет. Надеюсь, вам понравилось это. А, да, она вкусная, спасибо. Персики и бабы. Хорошо удаляет голод. Ну, не очень хорошие на обратном пути. Ну, этот... Откуда он там? Блин, я забыл, откуда он. Ладно, это их юмор, фермеров. Значит, ты Люк, а ты Ник. Люк и Ник, вы, ребята, хорошая парочка. Как это понимать? Я просто говорю, что вы выглядите как старые друзья. Вот и все. И как ваш план? Ждать до зимы? Вообще-то мы думали о том, чтобы двигаться дальше, куда они, на север. Слышали, когда они тебе такое место, как Веллингтон? Веллингтон? Что это еще такое? Место. Да, мы с Кристо и шли туда. Там должен быть большой лагерь. У Мичигана? У тебя проблемы со шлухом, парень? Да, у Мичигана. Сами посудите. Свежая вода, много земли. И дико холодной зимы, чтобы замедлить ходячий. Звучит как брехня. Слушай, Неженка, не знаю, что у тебя там на луне, но ты сделал большое одолжение. Сделаешь большое одолжение, если свалишь с утра. Я приму твое предложение. В чем проблема у этих ребят, Пеп? А иди-ка ты нафиг, знаешь? Все нормально, Ник. Мы не остаемся. Она остается. Что, простите? Люк, послушай его. Я слушаю, но Кенни мой друг. Господа, пожалуйста, в этом нет необходимости. У всех нас был тяжелый день. Пожалуйста, ешьте. А никого от этого убейте прямо сейчас, пока не поздно. Передай-ка вон ту банку, Дак. Дак? Кто такой Дак? Кенни? Да, у него проблемы. Эй, Климентина, ты не могла бы мне помочь? Мне на улице. А, он, по-моему, из Джерси вспомнил. Джерси же, да, он был? Кентукки. Нет, Джерси. Нет, не Джерси. Блин, я не помню, откуда Кенни. Кто не помнит, откуда Кенни? Прости, что так вышло. Я был учителем, и я знаю, каково это оказаться между двух огней. Думаю, что они найдут общий язык. Должно протекло это время, но ведь так это и бывает. Все будет хорошо. Отношения между людьми, это что-то вроде механизма. Я хочу остаться с вами, и Кенни. Оставайся, уверен, Кенни тоже этого хочет. Я скучала по нему. А он по тебе, я уверен. Многие говорят, что миру пришел конец, но по секрету скажу, это не так. Люди стали более сплоченными, чем когда-либо. Пусть мы не можем изменить мир, но мы можем продолжать учиться друг у друга. Продолжать думать головой и переживать. Война это недостаток разумного существа. Такого как человек. Стайнбек. Читал я его? Что ж, у нас много времени, чтобы поднять тебя почтение. У моего друга Мэтью довольно большая коллекция книг. Думаю, ты ему понравишься. В общем, суть в том, что мы всегда можем сделать правильный выбор. Главное понять, кто мы. Верно? Верно. В чем дело, Клементина? Хочешь что-то мне рассказать? Ты можешь поговорить об этом со мной. Нет ничего, что могло бы меня удивить. Да, еще есть. Обещаю тебе. Я беспокоюсь за вашего друга. Я думаю, что... Не волнуйся, Мэтью скоро вернется, и все будет отлично. А, недослушал, гад. Но я... Ребята, о чем вы тут разговариваете? О, политики. А, сфигали? Кенни, ты ведь из Флориды. А, Флорида, во! А, Дон Джерси. Я думаю, тамошний житель все знает о политике. Мужик, я считаю, что одно из преимуществ жизни в апокалипсисе, это никакой политики. Я собираюсь проверить окна, пока не началась гроза. Поможете? Конечно. Опа. Разведчица. Мисс. Из 400 дней. Пожалуйста, у вас есть еда? Вы в порядке? Я увидел дом, а у меня семья. Мы голодаем. Мы живем вон там внизу. Разумеется, есть. Может быть, зайдете, мисс... Бонни. Валт, я не знаю. Даже не знаю, Валт. Ты ее вот так просто пустишь? Все хорошо, Кенни. А я даже не знаю. Тогда мы должны познакомиться с ней, правильно, Клин? Валт. Валт. Это слишком опасно. Мы не можем пустить ее? Стерва, я знаю тебя. Спасибо вам, правда, но скоро начнется гроза, я должна подкорее вернуться к себе. Тогда я вам принесу сейчас. Вы не должны это делать. Нет, ничего, все в порядке. А как же ваши люди? Нам хватит, ждите здесь, я сейчас вернусь. Я знаю, что это стерва. Убей ее, Кенни. У меня дочка, похожа на тебя. Нет, у тебя никого. Сколько тебе лет, дорогая? Не ваше дело. Извини, я ничего плохого не имела в виду, милая. Врешь же. Держите, мисс. Бонни. Это же много. Ничего страшного. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Помогите кому-нибудь еще. Спасибо вам большое. Я пойду. Берегите себя. Вы тоже. Да ладно, как-то кто-то живет снизу, они тут все обшарили и не нашли. Что за фигню вы несете? Клем, иди приготовь себе постель. А нам с Уолтером нужно поговорить. Клементина. Не пугайся. Так ты не выскакивай за угла, как чертик с табакерки, а? Ладно, слушай, я должен кое-что тебе сказать. Тот парень на мосту был другом Уолтера. Я знал, что что-то не так, поэтому спросил Сариту об их друге. Я уже догадалась. Проклятие. Черт. Ник. Чтоб его. Не думаю, что Уолтер знает, так что мы должны молчать. А то кто знает... А то кто знает, к чему он придет. Узнав об этом. Нам следует ему сказать. Он спросил, кто это сделал. А ты ему просто расскажешь. А, он спросит, кто это сделал, а ты ему просто расскажешь? Это будет правильно. По твоему убийству. Ника, это правильно? А скрывать убийство, это капец как правильно, да? Гениально. А нож тебя, потому что если это нож Мэтью, и Уолтер увидит его, он тут же все поймет. Нож вместе с другими оружи... с другим оружием. Хорошо, тогда избавься от него. А я найду Уолтера и задержу его. И, эм... Приглядывай за Ником. Я здесь, в чем дело? Эм, ничего, дружище, я просто хотел проверить и посмотреть, что ты в порядке. Да-да, что-то типа того. Мы должны тебе кое-что сказать. Эй, если что-то не так, я хочу знать. Нет, просто... Забудь, не обращай внимания. Я серьезно. Вы можете мне сказать, ребят. Смотри, что ты наделал, урод. О, боже. Боже. Боже, черт. Эй, Ник, заткни свой хаур. Я не могу, приятель, не могу. Не подливай масло в огонь. Масло в огонь, все кончено, я должен тебе сказать это. Че? Нет, ты... Эй, Ник, ты не должен этого делать. Ты с ума сошел, что ли? Я должен, я не смогу с этим жить. Нам следует ему рассказать. Да, да. Ник, я предупреждаю, это чертово самоубийство. Ничего страшного. Господи, Иисусе. Господи, я сам не... Я сам не справлюсь. Слушай, Клем, просто избавься от ножа, ладно? Сигали, мы согласились, что он расскажет тебе. А ножа? А нету. Все выгребли. Его нет. Волтер? Мне всегда нравился этот нож. Отдал его Мэтью, когда все началось. Я знаю, что он мертв. Кто это сделал? Вот парень, как его? Ник? Я слышал, как он говорил про застрелянного человека. Я должен был догадаться. У него на лице это написано. Но я не был уверен до этого до конца. Это были мы. Это наша вина. Э, там про Ника было написано. Я тут вообще не при делах. Господи. Что-то мне нехорошо. Ник сострелил его. Этот Ник, он хороший человек? Или он такой же, как остальные? Он такой же, как остальные. Он урод. Я бы его так назвал. Он всегда ходил в одиночку. Он всегда ходил в одиночку. Я говорил ему, что это опасно. Но нет, он не слушал. Мэту... Что происходит? Тебе нужно бежать отсюда. Будь от проклятого мир. Такие, как Мэттью, не возвращаются. Это все его... Все. Его больше нет. Что ты сделал с ним? Учил его? Да. Ты учил Мэттью? Приди его ножом. Я ничего такого не делал. Ясно? Уолтер, что происходит? Ветер сильно раскрутил его. Этот шум привлечет ходячих. Мы должны вырубить его. Сейчас же. Ник, помоги мне. Принеси оружие. Оружие? Он как будто зовет их на ужин. Что это еще было? Генератор. Черт, похоже, трансформатор накрылся. Надо проверить. Понадобится помощь. Я пойду с тобой. Я тоже. Нет, это слишком опасно. Остальные вырубите эту фигню. Кто-нибудь знает, как это сделать? Прекрасно. Я все сделаю. Ладно. Мы прикроем тебя. Ник, давай следи за деревьями. Че ты сделаешь? Ты электрик? Ключ. Вроде просто. Мы должны вырубить эту штуку. Что-то не так. Да. Да уж. У нас не так много боеприпасов. Мы должны вернуться в дом. Они сзади. А вот и сохранение. А отсюда мы уже начнем уже в следующий раз. Всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok